Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Юрий Хамутский, основатель и руководитель клуба успешных инженеров, основатель и руководитель проекта aboutdc.ru. Сегодня мы поговорим о работе в школе, об учителях, их тяжком труде и потенциальных плюшках, и радостных моментах, финансовых, хороших успехах, которых они могут достичь, работая в школе. Или в целом в этой нише школьного детского образования. Друзья, давайте начнем, наверное, с недостатков, с таких моментов, которые напрягают, скорее, больше всего, учителей. Они связаны с тем, что человек, когда заканчивает педагогический институт и идет дальше преподавать учителям в школу, он предвидит свою работу как класс. В нем сидят ученики 15, 20, 25 или даже 30 человек, где, как, везде по-разному. Он, соответственно, у доски объясняет ту тему, которую он хорошо знает, будет это математика или физика, биология или география, может быть информатика, может быть химия, а может быть все эти предметы для начальных классов, русский язык, литература, все что угодно. Он эту тему хорошо знает, он хорошо знает учебник школьный за нужный диапазон классов. У кого-то это начальная школа, первый, третий класс, у кого-то это средние годы, с пятого по девятый, у кого-то старшие классы, десятый, одиннадцатый. Но он эту тему достаточно хорошо знает. Или она, учитель или учительница, да? И он представляет себя как такого преподавателя, учителя, который рассказывает тему, спрашивает с детей вопросы, вызывает их к доске, просит их решить какие-то задачи, что-то написать, потом оценивает их и так далее. И обычно люди идут в эту сферу именно вот для этого, для общения с детьми, оценивания, рассказы материала, чтобы поделиться своими знаниями и увидеть детские эмоции, потому что в любом классе будут отличники, хорошисты, которые хорошо понимают материал и с ними всегда приятно общаться, взаимодействовать. Но за этим всем прекрасным, что я рассказал, есть над этим всем очень большая ниша негатива, которую нужно иметь в виду. Часть негатива связана с самими детьми, они могут капризничать, а родители чем дальше, тем более требовательны или капризны, я не знаю, как сказать. Но со своими загонами. Короче, загонов у родителей чем дальше, тем больше. То им это не так, то им то не так, то школьнику там ребенку ручку не дали, то карандаш отняли, то кто-то там сзади по стулу ему ударил, то ему двойку поставили ни за что и так далее. Вот эти все моменты бывают. А вторая зона негатива это законодательная, ну или бюрократическая, как угодно. Она связана с тем, что сегодня, ну едва ли не половину времени, хотя вот по некоторым отзывам я слышал, что чуть ли не большую часть времени учителям приходится не учить детей, а заполнять бумажки разные. То есть заполнять школьный журнал, ну это понятно. Какую тему когда прошли, ну это понятно. Но помимо этого, составлять план-график всех занятий, отчитываться о статистике успеваемости всех учеников, какие-то там в вышестоящей организации дополнительные отчеты подавать, или, я не знаю, там, меры оптимизации, способы улучшения образования и другую всякую фигистику. Вот это все, много бумаг, много разных отчетностей, которые просто напрягают, реально напрягают очень многих учителей. И вот это многие будущие учителя не учитывают. Они видят себя перед классом, а на самом деле им придется заниматься немножко не тем. Еще один недостаток, который, в принципе, известен, но, как по мне, так он потихонечку нивелируется. Это зарплата. Зарплата у учителей много лет, уже десятилетия, наверное, мы говорим о том, что она относительно низкая. И за такой ценный труд, как воспитание будущих поколений, конечно, люди должны получать больше. Но, с другой стороны, да, в регионах, наверное, проблема есть, но вот, исходя из того, что я знаю по московским меркам, зарплата практически всех учителей около 100 тысяч или выше. А это достаточно хороший уровень. Даже для Москвы это уровень выше многих обычных вакансий, типа там инженера, менеджера или каких-то еще вот обычных людей, людей, подчиненных, далеко не у всех есть те же самые там 80-100 тысяч. У многих зарплата в диапазоне 50-80, у большинства. А тут даже учитель может получать ближе к сотке. Это очень позитивный фактор. Еще один фактор, который я выделю у учителей, и он, ну, его просто редко кто монетизирует, хотя вот со временем я вижу эту тенденцию. Дело в том, что учительский труд предполагает знание конкретного объема материала и умение его донести, причем разными способами, разными словами. И плюс к тому умение записать этот материал. Ну, учителя часто пишут на доске, они что-то говорят вслух, что-то пишут на доске. Вот эта комбинация письменности и устной речи, это очень важное качество. И вообще очень важное качество умение находиться на сцене, ну, на пьедестале, в школьном классе находиться и быть спикером. Это очень важный навык. Не все учителя это осознают и реализуют, но тем не менее, давайте признаем, что далеко не каждый из нас, из обычных людей, сможет перед аудиторией даже в 20 человек выступить. А у учителя этот опыт каждый день в течение, там, с утра до обеда, вот пока у нас школьные уроки идут, и это каждый день, и это на протяжении нескольких лет. Это очень важный момент. И исходя из этого, учителя могут вполне создавать свои YouTube-каналы, на которых все то же самое рассказывать и делить на, дробить на кусочки, дробить на ролики и собирать свою детскую аудиторию, которые будут потенциальными клиентами этих учителей. И сюда мы теперь добавляем нововведение последних, там, 10 лет. Это ЕГЭ. А ЕГЭ это очень такой бизнесовый проект, я бы так его назвал. Дело в том, что, ну, есть ЕГЭ, это тесты, нужно научить человека правильно проходить эти тесты. И как его подготовить к ЕГЭ? Вот подготовка к ЕГЭ это коммерческий запрос. Если ребенку, ребенка надо подготовить к ЕГЭ, то это понятно, что надо идти к учителю и платить ему за репетиторство. И на этом учителя могут очень хорошо жить. Но для этого нужно выполнить пункт первый, YouTube, или просто быть хорошим преподавателем, уметь доносить тему до учеников, уметь их, соответственно, этому учить. И дальше у вас появляется большой пласт работы репетитором, который еще более высоко оплачиваем. И здесь уже появляются хорошие шансы даже у региональных учителей. Потому что сегодня большинство занятий, по крайней мере, с более-менее взрослой аудиторией, можно проводить онлайн. И поэтому, даже если дети московские, или там ленинградские, петербургские, то не обязательно учителю быть москвичом или ленинградцем. Он может быть из Новосибирска, или из Воронежа, или из республики Карелия. И по интернету он может заниматься с учениками. То есть здесь потенциал есть удаленной работы, удаленного взаимодействия. И это очень большой потенциал. Это те преимущества, которые уже сейчас есть у учителей, и которые вот с каждым годом все больше и больше развиваются. И, кстати, пандемия только подтолкнула этот процесс настолько сильно, что сами школы перешли в онлайн. А это значит, что отношение к онлайн-репетиторству станет гораздо более... ну, теплым, скажем так. Более реальным. Более лояльным. Вот такие идеи у меня по поводу работы в школе. Интересно будет узнать ваше мнение. Напишите об этом в комментариях. Может быть, у вас есть знакомые учителя, как они живут в этой среде. Вот. Друзья, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Пишите ваши вопросы. Обязательно рассмотрим их в будущих видео. С вами был Юрий Хамутский. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока.